Всем привет, друзья! В сегодняшнем ролике у нас пойдет речь, как правильно подключить и настроить клаву с мышью к консоли PlayStation 4. И ближе к второй половине ролика я отвечу на самые частые вопросы касательно данного подключения. Друзья, если кому-то интересен конкретный вопрос, то чтобы вам не просматривать весь ролик, я для вас немного упростил задачу. Перейдя в описание, вы сможете найти тайм-код к необходимому вам вопросу. Но все же, если у вас возникли трудности при подключении, то рекомендую просмотреть весь ролик до конца. Наверное, ни для кого я не открою Америку тем, что к консоли PlayStation 4 можно напрямую подсоединить клаву с мышью и беспрепятственно управлять консолью. Единственное, о чем не стоит забывать, что ваши устройства должны иметь разъем USB. После чего просто берем и напрямую подсоединяем клаву с мышью в консоль. В свою очередь, система PlayStation 4 дает нам уведомление о том, что она видит подключенное устройство. Вуаля, первый этап подключения и основной мы прошли. К сожалению, на своей консоли я нашел всего лишь два проекта, которые поддерживают подключение напрямую и которые мы сейчас вместе с вами протестим. Первым у нас будет на тесте Call of Duty Warzone. Сразу после того, как мы вошли в игру, мы можем наблюдать, что у нас появился курсор для мыши. И да, друзья, для того, чтобы убрать хоть какие-то капли сомнения, на протяжении всего ролика вы сможете наблюдать за тем, как я управляю с помощью клавы с мышью. Не вижу, в принципе, смысла сильно задерживаться в меню. Перейдем давайте сразу в игровое лобби, где сможем потестить, как это все ведет себя в игре. Друзья, скажу вам сразу, что с первого подключения у меня появилась проблема, которую я вам сейчас расскажу, как решить. Например, в предыгровом меню у меня все нормально откликается. Работает клава, работает мышь. Но в тот момент, когда я попадаю в саму игру, у меня автоматически клава с мышью начинает бездействовать. И я могу управлять только геймпадом. В этом случае вам поможет отключение геймпада через быстрое меню. Может быть, это какая-то особенность Call of Duty Warzone, но после того, как я отключил геймпад, меня автоматически выкинуло с катки. И после того, как я перезашел в новую катку, у меня все отлично заработало. И после того, как я устранил несложную проблему с подключениями так званого нового контроллера, я могу беспрепятственно играть в Call of Duty Warzone. Далее, в принципе, я вам не знаю, что рассказывать. Хороший идет отклик. Я лично не привык играть на клаве с мышью. Для меня как-то геймпад будет немного попривычней. В общем, вы можете воочию видеть, что у нас все замечательно работает. Далее давайте протестим игру все народа и Россия Fortnite. Кстати, касательно которой мне самые больше задавали вопросов по подключению. В данной игре у меня все получилось без каких-либо казусов. С первого раза у меня все отлично заработало. В далеком прошлом имел опыт игры в Fortnite, но я вам скажу, это что-то с чем-то играть на клаве с мышью после большого времени игры на геймпаде. В общем, друзья, вы поняли, в подключении абсолютно ничего сложного нету. Напрямую все подсоединяем и после чего беспрепятственно юзаем. Теперь бы я хотел перейти к ответам на самые часто задаваемые вопросы. Ни в коем случае я их не выдумал. Вы мне их задавали под предыдущим роликом на подобную тему. Итак, погнали. Самый, пожалуй, частый вопрос. А можно ли играть в эту игру? А можно ли играть в ту игру? Друзья, давайте разберемся сейчас, какие игры можно играть, а какие нельзя с подключенной клава-мышь. Значит, друзья, эмбарго на подключение на прямую клава с мышью на консоли PlayStation 4 открывается в фри-ту-плейных играх. То бишь, игры, которые находятся в разделе бесплатные. И тут, к сожалению, не все так гладко. Не во всех играх разрешено данное подключение. Как минимум, я уже, наверное, отсел у многих вопрос касательно, а можно ли играть в GTA Online. Если же вам интересно знакомиться с полным перечнем игр, в которые можно с данным подключением играть, то перейдя по ссылке в описании, вы можете его изучить. Следующий немаловажный вопрос, который также интересует большое количество пользователей. Можно ли использовать клавиатуру для набора текста в разных меню? Да, безусловно. Не то, что даже можно, а нужно. И я бы вам даже рекомендовал, если вы играете чисто на геймпаде, то подключить клаву сугубо для набора сообщений в сообществах или для просто поисковика в PlayStation Network. Это вам сэкономит как минимум уйму времени, так как набор на геймпаде выглядит крайне прискорбно. И, пожалуй, последний момент, в котором бы я хотел дать свое разъяснение. Скорее за все, что самые внимательные, заметили, что когда я подключал к консоли мышь, то она отобразилась в системе как клавиатура. На это я вам попросту рекомендую не обращать внимания, так как после загрузки игры мышь у вас встает работать по назначению. И этот небольшой казус я бы просто отнес к какому-то недоразумению. Друзья, в принципе, все очень просто и доступно объяснил, но все же, если у кого-то остались какие-то вопросы, то обязательно не стесняемся задавать их в комментариях. Огромное спасибо за просмотр данного ролика. Если он тебе понравился, то ставь палец вверх и не забывай о подписке. Всем, друзья, до скорого. Пока!